Возвращаемся к новостям. 2014 год был богатым на события в сфере здравоохранения. Руководители департамента меняли несколько раз. В начале года обязанности главного медика области исполнял Михаил Дуганов. Затем официально на этот пост назначили главврача медсанчасти Северсталь Артема Быстрова. А в сентябре этого года он ушел в отставку, отработав на своем посту чуть больше четырех месяцев. Официальной причиной такого решения стали семейные обстоятельства. Исполняющим обязанности вновь был назначен Михаил Дуганов. И вот, как стало известно совсем недавно, официально на пост начальника медицинского ведомства заступил Игорь Маклаков. Ранее он был главным врачом областной детской больницы. Впрочем, минувший год запомнился не только кадровыми перестановками. Об этом в сюжете моей коллеги Екатерина Машковская. На лекарствах препаратов 7-8 наименований. Каждый день принимаем и живем. Как встал с утра, сначала принять лекарства по списку и только потом на работу. Так пожаловался Леонид Александрович уже на протяжении шести лет. Что стало причиной болезни, будут выяснять специалисты нового регионального сосудистого центра, который открылся в Вологде в этом году. Среди прочего оборудования здесь появился и уникальный ангиографический комплекс, который поможет проводить сложнейшие операции на сердце. Подобное оборудование стало подарком ко дню города и в Череповце. Целый комплекс мониторов стоит. Вот три монитора. Это мониторы, которые непосредственно использует врач ангиорентген-хирург. Этот кабинет называют операционный. Однако то, что здесь будет происходить, далеко от привычного понимания слов «хирургическое вмешательство». Никаких травмирующих разрезов и общего наркоза. Пациент будет находиться в сознании. Доступ к пораженным сосудам сердца врачи получат с помощью небольшого прокола. Пункции. Мы из одной точки по сосудам. Сосуды же все у нас соединяются артериальные. Мы подходим к интересующей нас артерии. Встаем, как мы говорим, встаем, катетеризируем. Диаметр катетера в зависимости от различных. В среднем где-то миллиметра два. А проводнички, они толщиной примерно конский волос. По статистике, сердечно-сосудистые заболевания чаще всего становятся причиной смерти. Современное оборудование, которое раньше было только в столице, спасет жизни тысячам людей. Прорыв в диагностике. Так называют и новое оборудование, которое появилось в противотуберкулезном диспансере Вологды. Этот аппарат очень уникальный. Он в маленьком картридже содержит практически целую аппаратуру. С помощью картриджа за два часа достоверно диагностируется, есть ли у пациента туберкулез, сможет ли ему помочь стандартное лечение. Обычно такое исследование занимает до трех месяцев. Это только один из современных аппаратов, который получил диспансер. Надо понимать, что туберкулез – это заболевание, которое определяет в целом благополучие нашего общества. Между правительством Вологодской области и Министерством здравоохранения в 2014 году было заключено соглашение, в рамках которого для совершенствования диагностики туберкулеза раннего выявления и лечения туберкулеза было приобретено оборудование на сумму 62 миллиона рублей. Эти средства были направлены не только в Вологодский диспансер, но и в лечебное учреждение Череповца. Новое оборудование, реанимационные системы, аппараты искусственной вентиляции легких, специальные кювезы появились и в детской областной больнице в Вологде. Капитальный ремонт прошел в отделении анестезиологии и реанимации новорожденных. Теперь в учреждении смогут спасать в два раза больше малышей, родившихся с экстремально низкой массой тела. Рождаются дети глубоко недоношенные. Они требуют особых условий. Они не могут сами дышать, питаться. Поэтому приходится создавать условия, имитирующие полость матки-матери. Благостную картину вологодского здравоохранения традиционно портит дефицит кадров. Эту проблему пытаются решать с помощью мер социальной поддержки медиков. Руководители лечебных учреждений области ездят в медицинские вузы, агитируя работать в регионе. А вот другую проблему. Обеспечение лекарствами решить не удается. Нет денег на лечение редких заболеваний. Проблему озвучили на заседании областного госсовета. Дорогостоящие лекарства сейчас нужны 174 волокжанам. 86 из них дети. Без препаратов они могут умереть. Парламентарии неоднократно направляли обращение в правительство России о возможности финансирования таких больных и средств Федерации. Но вопрос так и остался нерешенным. Большинство препаратов импортные, из-за санкций цены на них выросли до 30 процентов. Сейчас в области либо помещают больного в стационар, либо просят помощи у благотворителей. 2014 год выдался беспокойным для нынешних выпускников школ. Что и говорить, нынешнее поколение уже забыло, что значит сочинение на выпускном экзамене. И вот это испытание снова появилось в школьной программе. Подробности, в том числе темы будущих работ, долго держались в секрете. Волнения позади и сочинения в большей части успешно написаны. Что еще удалось сделать в уходящем году в сфере образования? Что удалось построить? Каким изменениям пришлось привыкать в нашем следующем сюжете? Первая информация о нововведении появилась еще в начале года. 20 ноября ученики выпускных классов впервые за много лет написали пробное сочинение. Старая добрая форма проверки знаний в школы вернулась. Отношение, конечно, серьезное, но я не готовилась с репетиторами. Я готовлюсь сама, с помощью интернета, читаю, с друзьями, с учителями по литературе, по русскому языку. Считаю, что готова. Темы сочинений всем хотелось знать заранее, но эта информация стала известна лишь за 15 минут до начала экзамена. В аудиторию, по спискам, с собой только паспорт, ручка, бутылка воды. Все прошло, как на настоящем экзамене. А уже спустя пару недель, 3 декабря, 11-классники приступили к настоящему испытанию президентское сочинение. Так назвали этот экзамен. Поставляете его лицо с лицом в паспорте, проверяете паспортные данные и пропускаете. Время пошло, телефоны все сдают и проходят через металлоискатели. Кстати, тоже новинка этого года. Вся аудитория теперь оборудована видеонаблюдением. Все серьезно. В принципе, ведь мы же пишем о произведениях, которые мы читали в течение всего обучения в школе. Поэтому, как тут готовиться-то, я не знаю заранее. Вчера просто прочитала краткие содержания, чтобы вспомнить просто содержание произведений и все. Более 5000 шкалеров по всей области написали работу. Пять тем определила Мина оборнауки. Они были свои для каждого часового пояса. Так, регионам, живущим по московскому времени, а значит, вологодским ученикам предлагалось порассуждать о творчестве Михаила Лермонтова, о природе и о чувствах на основе произведений великих классиков. Но книгами школьникам пользоваться запретили. Единственный помощник – орфографический словарь. Хотя несколько ошибок все-таки разрешили допустить и не снижать за это оценку. Работа, прежде всего, по литературе оценивает способность самостоятельно мыслить, способность и умение использовать литературный материал для подтверждения своих мыслей, ну и также показывает, насколько эрудированы, начитаны наши выпускники. Поэтому экзамен по литературе вообще оценивает, насколько интеллектуально состоятельен ребенок. В сочинении оценивали содержание, логику, грамотность. Не последнюю роль играл и объем – 250-350 слов. Зачет за сочинение – это допуск к ЕГЭ, плюс дополнительные баллы к суммарной оценке всех экзаменов. Таким образом, бонус в максимальную десятку может стать важнейшим при поступлении в ВУЗы на языковые факультеты. В итоге только 2% учащихся образовательных учреждений области не справились с заданием. В основном – выпускники прошлых лет. Результаты сочинения пригодятся для тех выпускников, кто выберет профиль гуманитарный. И в правилах приема ВУЗа должно быть определено сочинение как один из этапов допуска. И, возможно, уже перепроверка этого сочинения по тем критериям, которые заданы ВУЗом и которые сегодня уже ВУЗом размещены. Как отметили в департаменте образования, во время проведения итогового сочинения было зафиксировано три нарушения. Это использование мобильного телефона и шпаргалок. Теперь этим школьникам и всем тем, кто не справился с испытанием, предстоит пересдать его в феврале или марте. В этом году власти продолжили решать и другую проблему в сфере образования – очереди в детские сады. Чтобы все малыши смогли получить путевки, в первую очередь нужны новые учреждения. В областной столице должны были построить два садика. Однако осенью выяснилось, что планам не суждено сбыться. Два новых детских сада на улице Фрядиновской и Применина не будут сданы в этом году. У нас на дворе конец ноября. Детский садик у нас контур не закрыт. Отопление у нас в садик не подано. Поэтому, естественно, что в этом году детский садик принят, наверное, инспекцией, безусловно, не будет. Не закончена работа и по благоустройству территории. Строительство этого детского сада обойдется в 260 миллионов рублей. Из них 160 выделил федеральный бюджет. Еще 100 миллионов должен был направить город. Однако денег, несмотря на обещания, нет до сих пор. То софинансирование, которое было необходимо с города Вологды, в каком объеме оно выполнено на сегодняшний день? На сегодняшний день оно выполнено в нулевом объеме. 5 миллионов. А сколько должны были профинансировать город Вологды непосредственно при софинансировании реализации этого проекта? 60 миллионов. На втором объекте степень готовности около 70%. Впрочем, сдать детский сад к новогодним праздникам также вряд ли удастся. Все по той же причине нехватка средств. Городской бюджет в эту стройку пока не вложил ни рубля. Федеральные поступили с опозданием. И в итоге открытие двух детсадов в Вологде переносится на следующий год. Череповцу с садиками повезло больше. Ко дню города в Зашекснинском районе возвели и открыли карамельку. Новый садик будут посещать 420 малышей. Уважаемая Анна Сергеевна, принимайте символический ключик. Дети придут сюда в начале нового года. А на открытие новенькие группы осматривали взрослые. Каждый этаж тут выкрашен в яркий цвет, а кафельная плитка напоминает леденцы, карамельки. Здесь есть и бассейн, и спортзалы, тренажеры, и современный пищеблок. 18 групп. 4 группа для детей раннего возраста, до 3 лет, и всего 18 групп. Штат сотрудников у нас будет 100 человек, много дополнительных помещений. Как было заявлено на открытии карамельки, сейчас малыши в возрасте от 3 до 7 лет садами обеспечены. Правда, не всегда получается устроить по месту жительства, поэтому дошкольные учреждения продолжат строить, пообещали чиновники. В конце года еще два детских сада в Череповце в индустриальном районе удалось также отремонтировать. В 2015-м туда уже пойдут малыши. После короткой рекламы мы расскажем об актерских экспериментах над зрителем, а еще о том, что нам сулит наступающий год овцы. Далеко не уходите.